Одно из самых любимых это упражнение «Я в глазах других людей», когда подростки идут спрашивать и исследовать мир и задают вопросы своим родным, близким, друзьям. Два вопроса. Первый вопрос это «Как ты думаешь, что меня отличает от других людей?» И второй вопрос «Какой ты бы просьбой обратился ко мне и почему?» И тут подросток очень сильно открывает для себя как будто такой большой мир, потому что там родители говорят ему там «Вот, мне кажется, ты талантлив в музыкальной сфере или талантлив ты в физике, друзья говорят совершенно другое». Ну и подросток это изучает, ему иногда очень страшно идти с этими вопросами к родителям, к своим друзьям, но когда они решаются, действительно они что-то там узнают о себе новое, и это для них прям большое-большое открытие. И очень приятно, когда в этом упражнении особенно еще и родители включены, то есть здесь случается такой еще контакт подростка и родители вместе. И для них действительно очень важное мнение взрослых. И ну как бы это ни казалось странным, там чтобы не думали родители, что вот, там возможно подростку неинтересно, но на самом деле это очень важно. И когда еще родители начинают делиться тем, какой, какой у него ребенок, и потом он это рассказывает, это, ну, это действительно, ну, по отзывам ребятам в конце программы, ну, для них это действительно какой-то инсайд. Вот. Упражнение «Сделай наше». Ну, понятно из этих двух слов, что надо пойти другим путем, не таким, каким ты идешь обычно, чтобы открыть для себя какие-то новые горизонты. И благодаря этому ты учишься чему-то новому, ты находишь что-то, что ближе к тебе, то есть у тебя как прощается кругозор, и ты видишь больше, и ты понимаешь, что тебе больше нужно. Есть такое упражнение «Ланчбокс». Его очень часто подростки не очень любят, ну, не знаю, по разным причинам, тому, кому-то может скучным качествам и так далее, но вот этот вот, этот мальчик, он его потрясающе выполнил. Он сделал столько выводов в этом упражнении, сколько даже не предполагалось. То есть, он действительно спрашивал, судя упражнения в том, что спрашиваешь у других людей, а что мне, собственно, сегодня покушать, вот, и этот выбор взлагаешь на плечи других людей. И он спрашивал совершенно разных людей, в том числе своих знакомых, и вот этот вот паренек для себя сделал вывод, что это еще и про знакомство с другими людьми и про то, что нужно прожить какой-то участок отрезок жизни глазами, ощущениями других людей. То есть, он попросил у своей подруги, которая занимается там фитнесом, такой здоровый образ жизни, йогой там он занимается. Вот она ест, ну, очень много овощей, она вообще дегитарианец, и она посоветовала там какую-то, вот из серии там траву какую-то есть. Вот, и он ел, а он не любит, он, как бы, мясо обычно ест, вот, и все такое, вот. И, как бы, ему не очень нравилось, но он съел. Потом у него там друг такой тоже, там, зожник, там, спортсмен, там, качается, вот, и он ест печеночные котлеты вот есть такие. Сейчас я их тоже ненавижу, и этот парень, он их ненавидит, и он их съел. То есть, его чуть не дошли, он был готов съесть просто, потому что, как бы, это надо, стоит такая задача, он должен это сделать, вот. Он говорит, больше я, конечно, пробовать не буду, вот, но это, ну, я не знаю, я очень хвалил просто за вот эту волю, которую он проявил в этом упражнении. То есть, из серии, как бы, надо, должно быть, вот, если правильно выполнить вот так, значит, я должен выполнить. Вот, и не знаю, я прям восхищался. Он очень много еще упражнений таких вот сделал, то есть, он прям, вот, вот это вот слово «филонетик» точно не про него. Прямо поставил всю задачу и сделал. Упражнение выполняется синие дни у нас, и один из, там, приемов пищи у нас подаван делегирует кому-то, бабушке, маме, другу, подруге, это не важно. И, как бы, в последний день он полностью берет выбор на себя, и тут-то, как-то, так очень интересно все происходит. Ну, мне как раз понравилось обсуждение, когда мы обсуждали с наставником, как вот эту подготовку к Новому году, потому что это было жутко, это было очень страшно делать за маму. Вот, ну, как бы, помогли. Ланчбокс, ну, это, наверное, все называют, потому что это очень забавно, когда родители тебе, ну, твои родители и друзья выбирают что-то, что ты будешь есть, как бы, на протяжении дня. И лично мои друзья родители, да мы просто издевались и давали то, что я больше всего не люблю. Вот, но это было все равно очень забавно, то есть тоже вот запомнилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!